Вы хотите отдохнуть или кто-то из ваших близких и друзей? Хотите посетить теплые страны, отправиться в круиз или побывать в городе, о котором давно мечтали? Теперь не надо никуда бегать, все можно оформить онлайн. Связывайтесь со мной и мы вместе подберем тур и оформим договор, а вы сможете потом поделиться впечатлениями о путешествии. Ссылки на контакты в описании. Привет, друзья! Голос еще восстанавливается, потерпите немного. Я должен рассказать о изменениях, связанных с говорящим ветром. Дабы не плодить видео, промчимся по базе. Меч дает скорость атаки плюс 25%, скорость движения плюс 20% и 20% шанс крита. Что характерно, силы атаки этот предмет не дает. Два пассивных свойства предмета есть зато. Это недолгое ускорение после срабатывания тайфуна. А вот на тайфуне остановимся подробнее. После каждой четвертой атаки влетают порывы ветра, поражающие до трех врагов на 125 магического урона, что в сумме дает 375 урона. Но он режется по магическую защиту. Поэтому мы видим 107 урона без крита в одну цель или до 300 урона, если выпал крит на порыв ветра. Каждый из трех порывов имеет отдельный шанс на крит. Теперь с обновлением начальный урон порыва ветра уменьшен до 100, но получил множитель от скорости атаки. Что это значит? Теперь чем выше скорость атаки, тем выше урон от порывов. Для проверки возьмем кэрри и купим только говорящий с ветром. 107 минимальный урон и до 250 крит. Это до обновления на основном сервере. На скин не обращайте внимания, он не влияет. Теперь кэрри на тестовом сервере. Урон 124 до 290 критом в тех же условиях. Казалось бы, небольшая прибавка, но давайте соберем один и тот же билд с уклоном на скорость. Билд собирался на проверку стака разных пассивов, так что не надо истерик в комментариях по его поводу. Это тестовый, а не боевой билд. Основной сервер. Скорость атаки 2,12. По-прежнему 107 минимальный урон без крита в фулл билде на 15 уровне. И 300 критом. Это срабатывает пассивка берсерка. Тестовый сервер. 290 без крита и 697 критом при тех же условиях. Кроме того, максимальная скорость атаки это 2,50. То есть можно еще разогнать говорящий с ветром на урон. Но удобнее и быстрее это делать мозговым, а его на тестовом у меня нет. Итак, это однозначно усиление айтема, который теперь еще больше усилит скорострелов, таких как мозгов, кэрри, миа и хинату, которую мы ожидаем. На этом я прощаюсь. Ставьте лапки и пишите в комментариях, какой предмет вызывает затруднения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok